Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я научу вас скручивать трубочки из газетной бумаги. Поделюсь основными хитростями и способами их изготовления. Для скручивания трубочек нам понадобятся следующие материалы. Газета, вязальная спица номер 2 длиной 35 см, клей пива и кисть. Для работы нам понадобится газетная полоса размером 28 на 11 см. 28 см, это ширина газетного листа, отрезаем отрезок 11 см. Обратите внимание, что на газетной полосе обязательно должны присутствовать белые поля. Это позволит нам изготовить абсолютно белые трубочки. Для скручивания газетной полоски укладываю газету перед собой так, чтобы сверху и слева оказалось белое поле. Беру длинную вязальную спицу второй номер и прикладываю к правому нижнему углу под углом 15 градусов. Затем аккуратно подхватываю уголок. Немного прохожусь ногтем, как бы подгибая газету под спицу. Надавливаю и начинаю накручивать. Стараюсь накручивать как можно поднимать. Когда дохожу до правого верхнего угла, останавливаюсь. Наношу клей на белые поля и аккуратно докручиваю. Трубочка готова. Осталось только вынуть спицу. Обратите внимание, что у полученной трубочки один конец получился острым, а другой – полым. Это позволит нам наращивать трубочки во время плетения. Полый конец мы всегда можем нарастить острым. И наоборот. Острый конец всегда можем нарастить полым. А теперь хотелось бы подробнее остановиться на материалах. Дело в том, что не все газеты подходят для плетения. Газеты, которые мы используем, должны быть с тонкой и гладкой бумагой. Иначе трубочки будут плохо скручиваться и будут различной толщины. Клей для скручивания трубочек должен быть достаточно жидким, чтобы не делать трубочки жесткими и ломкими. Я обычно использую клей ПВА фирмы Лакро, строитель универсальный. Беру его таким, как есть. Теперь поговорим о том, какими должны быть хорошие, качественные трубочки. Трубочки должны быть плотными. И самое главное, они должны быть одной толщины по всей длине. Если у трубочки острый конец получится неплотным и слишком толстым, то он просто глубоко не вставится в следующую трубочку. Чтобы этого избежать, нужно во время накручивания трубочек левую руку держать как можно левее. И в процессе накручивания посильнее на нее надавливать. Если же у трубочки полый конец получится слишком толстым, то вставляемая трубочка будет в ней болтаться. В этом случае необходимо следить за правой рукой, держать ее ближе к правому краю и сильнее на нее надавливать. Острый конец у хороших трубочек, получаемых при такой ширине бумаги и спицы, должен получаться 3-4 см. Если же кончик получится слишком коротким, то он будет плохо вставляться в следующую трубочку. Войдет туда не глубоко, и трубочка получится в итоге переменной толщины. И во время плетения она будет перегибаться, а изделие будет выглядеть неопрятно. Чтобы острый конец получался подлиннее, нужно просто прикладывать спицу под большим углом. Если же у трубочек острый конец получится слишком длинным, то он плохо вставится в следующую трубочку и будет в ней болтаться. Чтобы укоротить острый конец, нужно прикладывать спицу под меньшим углом. Отдельно хотела остановиться на таком моменте. Очень часто в интернете обучают смазывать газетный лист клеем не по двум сторонам, а всего лишь один маленький уголок. Почему я не делаю так? Если приклеивать только уголок, то при плетении трубочки будут перегибаться, сжиматься, и у вас будут отшелушиваться вот такие некрасивые и неаккуратные края. Имея такие трубочки, вы просто не получите красивых и аккуратных изделий. Желаю качественных трубочек и творческих успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова